Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии с обзором основных событий дня. Татьяна Донцова. И коротко о главном. Авария на переезде. На перегоне Абакан-Кошурникова самосвал протаранил грузовой состав. Спасательная операция в Таштыбском районе. Больше суток фотограф-любитель не мог выбраться из пещеры. Полезные каникулы. Все больше абаканских школьников предпочитают отдыхать в пришкольных лагерях. На 8 часов в минувшую субботу было парализовано железнодорожное движение на перегоне Абакан-Кошурникова. Причина авария. Многотонный состав, который двигался из Кокассии, столкнулся с грузовиком. Предположительно, водитель самосвала пытался проскочить на красный сигнал светофора. К слову, в этом ДТП люди, в отличие от техники, отделались лишь царапинами. С места происшествия Константин Кравцов и Дмитрий Парахин. Самосвал и электровоз не поделили дорогу на одном из переездов в 30 километрах от Курагина. Водитель Вольво выскочил под красный сигнал светофора. Состав из 60 вагонов, груженных углем, по инерции протащил грузовик еще полкилометра. Электровоз сошел с рельс, грузовик раскидало на части. Машинист отделался шоком, водитель на больничной койке. Мужчина самостоятельно выбрался из оторванной кабины. Очевидцы его доставили в больницу. По словам медиков, водитель самосвала счастливчик. Ни одного перелома, лишь царапины и ушибы. При виде камеры он забаррикадировался в палате. От общения с журналистами отказался. Допросить предполагаемого виновника удалось следователям. Им он рассказал, что ослепленный солнцем не заметил поезд. К слову, это уже третье происшествие на железной дороге за последнюю неделю. Однако самая крупная. Грузовик снес бетонный столб с регулировкой. Повреждено почти полкилометра пути. Из-за аварии на 8 часов было парализовано движение на этом участке. Пассажиров электрички Абаканка-Шурникова пришлось пересаживать на автобус. Грузовик принадлежит местному предприятию «Евразруда». Железнодорожники уже заявили. После окончательной оценки повреждений выставят счет, возможно, не только водителю, но и металлургам. Вероятно, это будет не один миллион рублей. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Коммунальщиков Саиногорска могут обвинить в мошенничестве. Сегодня решается вопрос о возбуждении уголовных дел сразу на две управляющие компании города металлургов. Напомним, Саиногорск единственный город в Хакасии, который избежал повышения тарифов. Однако две управляющие компании, Жилищный Трест и ЖО2, все же повысили квартплату, заключив с собственниками сомнительные договоры. Жалобы от горожан посыпались в правительство и Верховный Совет Республики. Люди писали, коммунальщики грабят население, выставляя огромные счета за квартиры. Под личный контроль проблему взял временно исполняющий обязанности главы Виктор Зимин. Он дал поручение надзорным органам разобраться в коммунальной ситуации, потребовал проверить работу управляющих компаний и в конечном счете отменить завышенные платежи и сделать перерасчеты за последние три месяца. На днях с запросом в городскую прокуратуру обратился и Верховный Совет Хакасии. В документе депутаты указали на грубые нарушения ЖК. В итоге уголовные дела по факту мошенничества могут быть заведены сразу на две управляющие компании. Сегодня проверки идут не только в Саиногорске, но и в других городах и районах республики. По результатам проверки, учитывая 2012 год и 2013 год, возбуждено 11 уголовных дел в отношении директоров управляющих компаний, в отношении управляющих товарищей собственников жилья и конкурсных управляющих компаний. Из них 5 уголовных дел возбуждено именно по городу Саиногорску и в настоящее время по ним проводится предварительное расследование. А вот жители Черногорской многоэтажки возмущены скорее не завышенными тарифами, а отношениям коммунальщиков к исполнению своих обязанностей. Два года люди живут без тепла, при этом исправно оплачивают счета. В доме на улице Советская побывала Анна Ахпашева. Черногорск, как аномальная зона жилищно-коммунальных взаимоотношений, известен давно. К примеру, только в этом городе республики ЖК ничем не управляют, а лишь обслуживают и содержат. Поэтому и спрос с них невелик. Но спросить все-таки есть за что. Например, в ситуации, когда тепло к дому подается исправно, а в квартирах холодно. Ледниковый период в доме номер 43А по улице Советской наступил несколько лет назад. И сразу же похолодали отношения с коммунальщиками. В первую очередь, вот мы написали, первый раз Барышникова мы написали, вот второй раз мы писали, ответа никакого. Потом обратились вот к Беломогову, пришла комиссия, после этого они вот здесь вот наварили. Наварили, оно вообще теперь хоть маленько теплилось, а теперь вообще оно ничего не теплится. Ну, сами видите, они все холодные. Обращались и в жилищную инспекцию. Несколько дней назад были специалисты. Согласно заключению, температура подачи 70 градусов, но уже через метр на выходе 44. Откуда такая разница, никто не объяснил. Хотя жители догадываются, проблема в самой отопительной системе дома. Во время капремонта несколько лет назад дефекты уже пытались исправить. Они переварили, говорят, теперь, Лариса, вы будете греться. Пришла госпожа Барышникова и сказала, не примут, давайте, будет много перерасхода тепла, переваривайте. Возмущались эти сварщики, но переварили опять по-старому. И все. Очевидно, что старая схема отопления не работает. Ну, а новую делать никто не торопится. В ЖУ-7 винят тепловые системы, старую котельную, ветхие засорившиеся магистрали и самих жильцов. Директора ЖУ-7 Елены Барышниковой на месте не оказалось. Сотрудники управления говорить на камеру отказались, но пообещали. Коммунальщики на улице Советской, 43А, все-таки появятся. Вот только не раньше апреля. Добавим, мы проконсультировались в жилищной инспекции. Сегодня взаимоотношения жителей дома и ЖУ-7 у них на контроле. Если установят, что в отсутствии тепла виноваты коммунальщики, они смогут на них воздействовать. Впрочем, не дожидаясь, жильцы уже приняли решение, которое должно ускорить процесс и решить тепловую проблему. Мы с соседями решили, да. Очевидно, нужно дело в прокуратуру подавать, наверное. Это так нужно. А куда больше нам делать? На нас никто не смотрит, нам никто не приходит. Ничего никак. Ту зиму и вот это полный вообще беспредел. Невозможно. Анна Ахпашева, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Затяжная весна в Хакасии отодвинула сезон активности степных клещей. Специалисты Роспотребнадзора считают, что эту фору во времени можно использовать для того, чтобы поставить профилактические прививки от опасных кровососущих. Ежегодно жертвами клещей в Хакасии становятся около 4000 человек. И в этом сезоне, по прогнозам санитарных врачей, активность не будет меньше. Заболеваемость энцефалитом и другими инфекциями в республике в последние годы заметно снизилась, но остается достаточно высокой. В два с половиной раза выше, чем в среднем по Сибири. Поэтому, чтобы не попасть в больницу, эпидемиологи советуют не забывать о простейших мерах профилактики. Во-первых, выходить в лес в специальной одежде, которая плотно закрывает все тело. И, конечно, прививки. В Хакасии уже поступили 75 тысяч доз вакцины. Бесплатно ее получат дети и некоторые категории взрослых. Например, врачи и учителя. Трагедия чуть было не закончилась. Похода базинского фотографа-любителя в одну из пещер вблизи перевала Отголь. По тревоге были подняты специалисты Южно-Сибирского поискового спасотряда и местные жители. Наша съемочная группа тоже выехала в район спасательной операции. Рассказывает Юлия Константинова. Вот он, виновник происшествия. Усталый да безумие счастливый, так как почти не надеялся, что вернется домой. В Отгольской пещере любитель острых ощущений провел больше суток, показавшихся ему вечностью. Отгольская пещера интересная, свежая, открытая относительно недавно. Многоярусное на среднем есть озеро. Именно его и решил поснимать фотограф-любитель. Взял аппаратуру, спустился вниз. Сначала, рассказывает, все было хорошо. Снимки получились потрясающие. Особенно впечатлил озерный зал, да так, что забыл, какой ход ведет к подземному водоему. Затем паника. Долгие безрезультатные часы поиска выхода из пещеры. Без веревки оказался почему-то и попал в воду. То есть он промок, мог бы переохлаждение заработать, могут с ногами какие-то проблемы возникнуть. То есть есть объективные пещерные опасности, такие как переохлаждение в первую очередь, абсолютная темнота, стопроцентная влажность, замкнутое пространство, возможность естественного камнепада. В общем, пещера не место для прогулок. Сюда надо идти подготовленным, имея хорошее снаряжение, сухпоек, соблюдая все требования техники безопасности. И лучше с проводником, который знает подземные ходы. А еще надо обязательно предупредить, куда и надолго ли идете. Житель Абазы жену предупредил. Всю ночь вместе с сыном она искала, но не нашла даже вход в пещеру. Утром позвонила в МЧС. Спасатели тут же выехали на место. Однако нашел незадачливого туриста, его земляк, альпинист-спелеолог Николай Игнатьев, к которому женщина тоже обратилась за помощью. Ну я в курсе, я просто, где он может быть, там уже четвертый человек. Я вот поднимаю четвертого человека оттуда, они все там выходят. В этом случае на счету каждая минута. Чтобы добраться из Абакана к Отгольскому перевалу, профессиональным спасателям потребовалось больше трех часов. Поэтому местным властям, особенно Базинским, Сайногорским, Ширинского и Арджиенкидзевского районов, на чьих территориях много пещер, есть горы или озера, сотрудничество с общественными организациями туристов, спелеологов, альпинистов необходимо. Для многих туристов-любителей это вопрос жизни и смерти. В Хакасии на этих выходных официально наступил Новый год. Жители республики отметили челпазы. На Абаканский ипподром съехались делегации со всех уголков Хакасии. Челпазы – это традиционно широкие гуляния и ярмарка. Каждый район представил свою юрту, где можно было отведать хакасские блюда и познакомиться с национальными традициями. А еще, согласно поверьям на челпазы, шаман должен накормить духов огня, чтобы жизнь у людей в следующем году была счастливой и благополучной. Любой желающий на удачу мог повязать на березу цветные ленточки челама. Посетил республиканские гуляния и глава Хакасии. По мнению Виктора Зимина, челпазы нужно отмечать не только в Абакане. Дорогие земляки, сегодня мы посоветовались со старейшинами, с главами муниципальных образований. И надеюсь, что будет принято решение, у меня есть связи в правительстве, я попробую договориться, этот праздник перенести еще и на все площадки Хакасии, в каждый район. У школьников сегодня начались весенние каникулы. Они завершают самую длинную четверть. В учебных заведениях открылось 140 с лишним лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнут почти 9 тысяч школьников. Как прошел первый день каникул для учеников 26-й Абаканской школы, расскажет Наталья Гармашова. И во время весенних каникул школа не отпускает ребят. В течение этой недели, каждое утро, ученики начального звена вновь будут спешить в классы. Разница лишь в том, что сегодня малыши не ученики, а отдыхающие. В лагерь с дневным пребыванием детей «Звездный», который открылся при 26-й школе Абакана, записались 120 ребят. Это значительно больше, чем прошлой весной. По словам детей, сидеть дома одним – вовсе неинтересное занятие. В лагере много друзей. Сиди, играй. Раскрашиваем, читаем, собираем пазлы. Друзья тут есть. И тут лучше всего. Мы в программу нашего лагеря включили не только мероприятия, которые направлены на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, а на формирование навыков безопасного поведения и здорового образа жизни. Главное в этом вопросе – повторение правил дорожного движения. Ежедневно малыши преодолевают маршрут от дома до школы и обратно. Без знания дорожных правил не обойтись. Егору Багрицову путешествия по городским улицам не страшны. Второклассник быстрее всех, а главное, безошибочно ответил на все вопросы теста. Я делал, как надо проходить дорогу, как надо ожидать, когда автобус проехал, переходить. Кстати, все ученики 26-й школы – ребята спортивные. Утренняя зарядка – одно из любимых занятий, которое числится в расписании лагеря. Правильное питание – тоже важный критерий здорового образа жизни. В пришкольном лагере для детей организован завтрак, обед и полдник. Родители оплачивают только 20% стоимости путевки. Это около 113 рублей. Остальное добавляет городской и республиканские бюджеты. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, посещают лагерь бесплатно. Добавим, что средства идут не только на оплату питания, но и на культурно-массовые мероприятия. К примеру, первый день каникул для учеников начался сразу с яркого события. Ребята смотрели спектакль в театре. Педагоги говорят, не менее интересной и насыщенной будет и вся предстоящая неделя. Наталья Гармашова, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Актеры театра «Кукол сказка» отметили День кукольника. Традиционно свой профессиональный праздник артисты провели на сцене. Специально для маленьких зрителей в этот день состоялась премьера спектакля «Кот и лиса». Это первая работа молодого актера Данила Чернова в качестве режиссера. И, судя по зрительским аплодисментам, удачная. Вспомнил просто из своего детства про то, что я всегда очень любил вообще эту сказку. Про что спектакль? Про любовь спектакля. Про то, как человек может, пускай каким бы он ни был плохим, шкодливым, неуемным, но если он находит свою половинку, если он находит человека, который его понимает, то он преображается. После премьеры по традиции для маленьких зрителей актеры театра «Сказка» подготовили сладкий сюрприз в честь Международного дня кукольника. И это все на сегодня. Напоминаю, мы ждем ваших звонков по телефону 22-72-82. Звоните и смотрите Вести. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...